Я очень хочу. И рекламу как таковую я просто не пускаю. Пускаю только тогда, когда нужно просто исследовать какие-то новые технологии, либо опробовать инструмент. То есть выйдет что-то новое у Яндекса. У меня есть достаточное количество собственных сайтов, плюс рекламный агентство не единственная фирма. Соответственно, на каком-то из своих бизнесов, потратив свои собственные деньги, я исследую эффективность того или иного инструмента. И если я увижу, что он эффективен, его получат мои клиенты. Зритель Валентин Майоров спрашивает. У нас идет компания с большим количеством запросов, по некоторым из которых нет кликов вовсе. Ухудшается ли от наличия таких запросов общее положение компании? Валентин, тут встречный вопрос. Нет кликов, а есть ли показы? В целом по компании зависит от того, просто где эта компания, во-первых, ведется, о чем сейчас идет речь. Во-вторых, что за стратегии? То есть, если это одноцентовая компания, да, это очень плохо, тогда вы увидите просто через какое-то время такой значок, минимальная цена клика, она станет 2 цента, потом 3 цента и так далее. В принципе, если идут показы, ну, ничего страшного, это не влечет. Я так полагаю, что просто компании не так давно созданы, раз вы задаете этот вопрос. И, скорее всего, вы просто накопили достаточно статистики. Когда у вас будет просто больше статистики, я так думаю, что там пару недель вам хватит для этого, вы просто будете понимать четче, какие запросы имеют смысл показывать, какие нет. Иногда такие вопросы возникают как следствие жадности. Не обижайтесь, это просто у всех. Все через это проходят. Я сам через это проходил, когда запихивал в систему контекстной рекламы коррелирующее объявление. То есть пытался по запросу ЗАГС показать объявление по доставке цветов, составляя объявление, там, ищите ЗАГС, а вам же нужны цветы на свадьбу. Но работает это плохо, и просто в конечном итоге от этого вы отходите. Вопрос от Алексея Школьникова. Вадим, ранее я никогда не обращался к контекстной рекламе, всегда выплывал на оптимизацию сайта. Посоветуйте, с какой площадки лучше начать? Яндекс, Гугл или Рамблер? Сайт туристической направленности, реклама частных гостиниц в Сочи. Сайт туристической направленности, частных гостиниц. Если честно, я просто с частными гостиницами все время хочу создать один проект, бизнес-проект, но никак не дойдут руки просто до банального обсчета. Я не совсем себе представляю стоимость клика, которая позволит рентабельно рекламировать ваши услуги, но понимаю, что она низка. То есть встреча, скорее всего, идет приблизительно от 3-4 центов. В этом случае я рекомендую вам обратиться ко всем системам сразу и максимально эффективно, несмотря на то, что вас там будут блокировать, банить сами веб-мастера, использовать и сеть контекстной рекламы Гугла, то есть Эсенс и РСЯ. То есть создайте максимальное количество объявлений, площадок по Сочи, достаточное количество в сети, запросов тоже много. Цена, скорее всего, там будет 3-4 цента для Яндекса, рубль для Рамблера. И 2 рубля изначально, даже 3 рубля изначально с понижением до 1 рубля в Гугле. Трафика вы сможете собирать достаточно прилично, тем более, что сезон сейчас наступает, но я советую вам просто поторопиться. Еще один вопрос от Алексея Раткевича. Какой тактике работы с клиентами должно следовать региональное агентство, учитывая, что средний чек регионе на контекст может составлять 5 и менее тысяч рублей? Банально, нет финансовых возможностей тратить на клиента слишком много времени. Тут палка о двух концах. Ситуацию с регионами я сам знаю, просто когда я впервые столкнулся с регионом, клиент был очень крупный, а второй раз была замечательная ситуация, когда под очень крупной компанией скрывался бюджет в районе 8 тысяч рублей. Я, по-моему, отослал на все три системы, мне ответили, что это дорого. Времени тратить нет, но у вас же и проще работа идет по отсечению хвоста. Просто когда вы составляете рекламные кампании, составляете их просто более фундаментально. То есть, да, у вас будет больше времени тратиться и менее рентабельно будет изначально, но у вас и медленнее наращивается спрос. То есть, тут просто качество вашей работы, оно все равно окупится. Изначально, да, вы где-то потеряете, это как любой бизнес. То есть, для вас просто нужно, вам нужно решить для себя просто, готовы ли вы жертвовать сегодня вашим тем, чтобы завтра получать много, либо вы хотите пожертвовать качеством сегодня, но завтра, когда придет крупное московское агентство на рынок вашего региона, они, безусловно, придут, потому что сейчас мы не толкаемся друг с другом. Сейчас клиентов больше, чем, допустим, московские агентства, хоть их тут тьма, могут обслужить. И бюджеты у них большие, и требований у них много, и хотят они много, и многим даже отказывают безумному количеству. И все равно они идут, идут и идут. Но рано или поздно это закончится. Это вопрос двух-трех лет. То есть, у вас задача просто подготовиться к этому приходу и быть сильными. А приход этот в любом случае состоится, потому что сегодня с коллегами обсуждали, что тот же самый Казахстан, допустим, он подвергнется массовой бомбардировке выходу российских IT-компаний на их рынок. И никуда они от этого не денутся. И если у вас регион, который, допустим, низкий уровень доходов населения, нет перспектив строительства крупных объектов, которые могут, в принципе, впоследствии стать градообразующими, тогда, да, вам бояться, в принципе, нечего. Но тоже относительно нечего. Но если у вас перспективность с точки зрения развития регион, просто посмотрите на бизнес вашего региона. Если там все плохо, тогда мы идем к вам. Пришло также два вопроса от зрителя Максима. Первый из них. Использовали ли вы контекстные форматы террор и видеоклик? Если да, поделитесь впечатлениями. Никогда. Ни первый, ни второй. С РРРМ мой опыт вообще достаточно мал. Использовал я его всего несколько раз. И просто меня не удовлетворил результат. Поэтому террор я тоже не использовал. Следующий раз, и не знаю просто, когда у нас пройдет следующий семинар, но что касается РРРР, я планирую где-то в середине лета, наверное, еще раз посмотреть, что ли изменилось. Просто если результат какой-то системы не устраивает, я все равно потом ее снова подключаю, проверяю. То есть я дам свою собственную рекламу и оценю ее эффективность. Если отдача будет, тогда террор будет включен. Система контекстной рекламы, я просто открою небольшой секрет, в России на самом деле несколько десятков. Проблема в том, что большинство из них либо неэффективны, либо есть проблемы, там у того же самого Mail.ru, на мой взгляд, есть проблемы, у них есть собственная система контекстной рекламы, которая, допустим, в том же самом листе крутится. На мой взгляд, у них есть проблемы с эффективностью клик-фрода, системы оценки клик-фрода, и они просто могут это не заметить. То есть одни ничего не скликивают, они ничего не накручивают, но тем не менее просто вас могут скликать, а они это не прочувствуют. И бюджет вылетает, пока это разберется, по этой причине я это не использую. С террорером у меня просто есть подозрение, что младший брат самого Рорера малоэффективен. Но летом я попробую в любом случае. Также еще один вопрос от Максима. Использовали ли вы медийно-поисковый контекст с Оловой с поведенческим таргетингом по запросам, сделанным пользователем за последние 24 часа? Нет, не использовал ни разу. Я вообще стараюсь очень консервативно подходить к выбору площадок. И единственное, чем я пользуюсь, это чаще всего выходом из интернета либо за какими-то более тесными партнерскими отношениями. Новые форматы системы я использую крайне аккуратно и стараюсь это делать только после того, как накопится достаточно большая статистика у моих конкурентов, с другой стороны, у моих коллег, у других рекламщиков, рекламных агентств. То есть, если, как только я услышу, выйти на рынок – это никогда не проблема. Но нужно понимать просто, когда начинать это использовать. С одной стороны, вы можете начать использовать новую систему быстро и получать дешевый трафик, но с другой стороны, вы можете потратить кучу времени и напороться. Зачем это делать? Я лично для себя не вижу смысла, потому что я могу выжить из того же Яндекс и по одному центу этот трафик. Зачем мне кто-то другой? Вопрос от Дмитрия. Какие еще тактики борьбы ставок за разные места вы используете? Единственное тут касаемо Google AdWords, скорее, там есть просто ориентация нацеливания объявлений на определенную позицию. И, как показывает практика, эффективность размещения на той или иной позиции и рой той или иной позиции может быть различным. То есть, рой первого места справа или третьего места справа может быть выше, чем рой спецразмещения, причем на порядок. В этом плане для Яндекса все достаточно грустно. Тут просто требуется понизить свой же собственный CTR, чтобы туда влезть. Либо сделать объявление просто жестким, как вариант. То есть, если у вас было заманчивое объявление, которое давало вам кликабельность 18%, простите, в первом спецразмещении, например, и потом вы просто заметили, что пока вы шли по этой цепочке, снизу вверх, вы дошли до четвертой позиции, и у нее отдача была лучшая. Вы захотели повторить свой эксперимент, вы просто копируете объявление, останавливаете старое и в новом указываете данные, которые снизят CTR, но более точно ответят на вопрос. Объявление достаточно скоро ставите ниже стоимость, объявление достаточно скоро упадет, вы нацеливаете его, допустим, на ту же самую третью или четвертую позицию, которая вам нужна, и снова замеряете ROI. Если получаете эффект лучше, тогда да, в Яндексе вы будете держаться там. Но это такая ручная процедура. С бегуном все проще, ставками достаточно легко регулировать позицию. А с Google все вообще элементарно, там есть нацелены на позиции, и вы просто сдаёте кое-что вам нужно. Еще один вопрос по поводу автоматизации. Грошков Станислав спрашивает, расскажите про возможность автоматизации работы с компаниями, и на каких участках можно использовать такой софт? И главное? А это потом, после вашего ответа, я продолжу этот вопрос. Работа с компаниями, автоматизация, ну, у меня в первую очередь сводится к заливке массовой компании в AdWords, где это чаще всего мне требуется. Почему именно AdWords? Как я объяснял ранее, это единственная система, которая позволяет у нас создавать глобальную ротацию, причем равномерную ротацию, без извращения типа один час это, крутится один час это, то есть без перекосов по часам и тому подобное. И там компания получает с действительно очень большими, большое количество запросов и гигантское просто количество объявлений, их поэтому вручную составлять очень глупо. Для этого есть AdWords-эдиттер, который помогает все это дело редактировать и заливать, который автоматизирует все это дело, и, соответственно, и средств не API Google, а таких общедоступных, это единственное, что имеет смысл использовать вообще всем. От рядового рекламодателя до каких-то очень продвинутых специалистов. Что касается остальных систем, то туда, ну в принципе, да, требуется, как я уже объяснял, в том числе для подсетки API Яндекса, но это, наверное, следующий этап, он просто не всем доступен, к сожалению, хотя сотрудники Директа обещали его открыть для общего доступа. Для бегуна, ну, я смысла не вижу использовать что-то, помимо их XML, потому что его и так достаточно, работать качественно с бегуном, к сожалению, тяжело, из-за того, что вы не можете оценить CTR ваших рекламных кампаний, и вы вынуждены параллельно держать либо работающую, либо тестовую кампанию для медийного контекстного баннера, которая будет показывать вам количество показов, которые параллельно идут с показами контекстных объявлений, тем самым вы будете замерять вручную CTR для каждого запроса только так. Поэтому софт для бегуна, как бы он исключается автоматически, ну, в моем понимании, в моем видении, остается только копирование и массовое редактирование, тут нужно учитывать, что иногда шаблоны дают ошибку, и там, если у вас 200 запросов, в одном потерялся твердый знак, привет всей компании. Ну, агентствам в этом плане проще, они могут всегда позвонить дилерский департамент, и бегун, как бы, очень добротно работает со своими дилерами, тут вообще нареканий к нему просто близко никаких нет. Что касается Яндекса, да, нужен API, а что касается Google, тут есть и API, ну, тут опять же уже такой вопрос, и есть AdWords до всех. AdWords Editor, соответственно, его, в принципе, хватает.